Всем ни бага ни лага, зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека. Сегодня я сделаю такую для вас небольшую новость, которая связана естественно с Дон Старвом. Может быть кто-то из вас не знает, но существует такой вид маленьких статуэточек. Обычно их покупают себе в коллекцию, так на полочку поставить. И вот наконец-то таки такую коллекцию сделали и про Дон Старв, потому что подобных игрушек я видел на самом деле огромное количество и про Майнкрафт, Андертейл, Ассасин и многие-многие другие игры. Ну вот, в ноябре наконец-то у нас появляются игрушечки по Дон Старву. Их всего на данный момент 4. Естественно у нас есть тут Вилсон, Уиллоу, Венди и Вебер. Но не все так просто. Как вы видите, у каждого из персонажей есть свои маленькие спутники, которые нам знакомы и так по игре. У Вилсона это Честер, у Уиллоу это Берни, у Венди это призрак ее сестры и у Вебера это конечно же маленький боевой паучок. Доподлинно известно, что у Венди ее сестра светится в темноте. То есть она так сказать фосфорится. Если ее подержать возле света, то потом в темноте какое-то время она будет светиться. Прямых доказательств нет, но у меня складывается такое впечатление, что у Вилсона так же само действует факел, у Виллоу немножко светится зажигалка, а у Вебера скорее всего вот этот кокон. Или что бы это ни было, может это обычное яйцо. И такие фигурки будут стоить каждое от 1300 до 1500 рублей. Приблизительно. Скорее всего многие из вас уже точно решили для себя, что да зачем мне эти крепаные фигурки, особенно за 1500 рублей. Но опять таки здесь есть подвох. В каждой из коробок с этими фигурками идет уникальный код, который позволит вам получить в Дон Старви уникальный скин для разных предметов. У Вилсона это новый рискин на подземную лампу. У Виллу я считаю вообще топовая шляпа, которая заменяет обычный цилиндр. По стандарту цилиндр максимум, что менял немножко форму и конечно же цвет. В этот раз у Виллу доступна реально офигенно крутая ведьмина шляпа. В коробке с Венди у нас идет нет, это не обычная шляпка, которую вы могли уже видеть. Это шляпа пасечника, которой редко конечно кто пользуется. И странный такой себе скин, но тем не менее выглядит тоже достаточно мило. Но у Вебера, что я считаю тоже действительно офигенным топчиком, рискин на зонтик. Поскольку мне не изменяет память, рискинов на зонтик вообще не существует на данный момент. Так что это действительно топовый зонтик. Обязательно буду у себя искать данные фигурки, уж очень хочется Вебера. Ну а вы в комментариях напишите, какого бы персонажа хотели себе, да и собираетесь ли вы вообще покупать данные штуки. Радует, что Клей продолжает распространять свои игрушки вместе со скинами. Ну и единственное, я думаю, что стоит указать, потому что наверняка найдутся такие люди. По прошествию времени желательно не покупайте данные фигурки где-нибудь типа на Алиэкспресс. Потому что скорее всего там уже был использован код. И вы попросту купите обыкновенную фигурку с уже использованным кодом. Ну а с вами был я, Жека Дрожжа. Не жалей, поставь лайк, мне будет очень приятно. Всегда же стараюсь именно для вас, ребят, сделать интересные видеоролики. Всем удачи, до скорого и не голодайте.